В руках северодвинского школьника взорвалась петарда. Десятилетнего мальчика доставили в детскую больницу накануне вечером. Врачи диагностировали термический ожог рук первой степени. Долечиваться пострадавший будет дома. А уже днем сотрудники отдела надзорной деятельности вышли в рейд к торговцам пиротехникой. Раньше в безопасной зоне считается, у них по инструкции 5 метров. Здесь имеются черкаши. В данном случае петарды фитильные. То есть бывают черкашные, но бывают фитильные. Вы поджигаете фитиль, на расстоянии вытянутой руки, то есть удерживаете, и быстро выбрасываете на безопасное расстояние. При этом взрывать петарды необходимо на расстоянии более 50 метров от жилых зданий. Такова техника безопасности. Сегодня сотрудники отдела надзорной деятельности проверили ряд торговых точек на соблюдение правил реализации пиротехнических изделий. Все документы у продавца в порядке. Вот только по правилам торговец обязан предъявить покупателю сертификат на свою продукцию, а также проверить возраст клиента. Елена пришла выбирать новогодние фейерверки вместе с сыном. На трое год уже ходим только с ребенком сами. То папа, то я. А почему? Ну, маленькие еще, естественно, не продадут ведь. Это все опасно. А так вот, в принципе, инструкцию читаете? И запускаем тоже вместе с ребенком. И близко самого одного не допускаем до этого. Приобрести петарды не могут дети до 16 лет. Фейерверки до 18. На этой точке с документами также все в порядке. Соблюдены и правила хранения пиротехники. Стоит отметить, что эта компания вот уже несколько лет занимается организацией одного из городских салютов «Новогоднюю ночь». По мне бы, вообще бы детям не продал никаким. Хотя возраст на категории обозначен 16 лет для петард. Ну, на самом деле опаснее зажечь петарду, чем зажечь батарею. Потому что петарда, она же в руках у тебя спички. В прошлом году, да, были замечания по размещению, близко находились к путям эвакуации. То есть наказаны были все. Кто-то реализовал там, где не положено. То есть уже в этом году такого нет. Штрафы доходят до 200 тысяч рублей. Всего в Северодвинске три торговых точки, где разрешена продажа пиротехники. Однако работают пока лишь две. Третья готовится к открытию. Еще одну на вертолетке. Пожарные инспекторы проверят на наличие разрешений на торговлю. Сергей Курбан, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.